Это видео мы снимали через пару дней после урагана. Большая часть редких деревьев дендрария вырвана с корнем. Они перегородили все прогулочные тропинки. Опасность представляли нависшие ветви, которые могли рухнуть в любое время. Тогда директор института садоводства имени Лисовенко констатировал факт. 50% зеленых насаждений дендрария погибли. Принимать посетителей место отдыха сможет не ранее, чем через год. Тогда же попросила помощи. Им были нужны грамотные специалисты, которые умеют профессионально обращаться с инструментом и с допуском к высотным работам. Волонтеров, желающих помочь, пускать сюда было попросту нельзя. В то же время и тяжелая техника поначалу не могла проехать из-за большого количества поваренных деревьев. К работе спасатели приступили 30 июля, тем самым сняв головную боль руководства дендрария. К слову, на призы по помощи откликнулись многие, но нужны были профессионалы. Территория называется Алтайский. Здесь деревья, которые к флоре Алтая относятся. Видите, такие массивные пихты, массивные ели. И вот ребята справляются, отлично убирают, расчищают эти завалы. Как сообщили нам сегодня в МЧС России по Алтайскому краю, работы на территории дендрария еще очень много. И пока позволит погода. Разбирать завалы спасатели продолжат. Однако, как только угроза жизни и здоровья людей будет ликвидирована, место отдыха сможет распахнуть свои двери для барнаульцев. Возможно, это случится уже в начале сентября. Информацию подтвердило и руководство дендрария. Татьяна Голубева, Наши Новости. Татьяна Голубева, Наши Новости.